В прямом эфире выпуск Вести Хакасия. В студии с обзором основных событий дня Татьяна Донцова. Здравствуйте. И коротко о главном. Опасное соседство. Жители деревни в Аскийском районе боятся жить на берегу котлована, который оставили после себя золотоискатели. Трагическая случайность. В Сорске маленький ребенок подавился булочкой и умер. Абакан – большая стройка. Республиканские власти следят за качеством новых домов. Очередную акцию протеста устроили сегодня работники обанкротившегося предприятия «Зао Первомайское». По мнению местных жителей, конкурсный управляющий вместо того, чтобы реанимировать предприятие и рассчитаться за должность по зарплате, вгоняет его еще глубже в долговую яму. С подробностями Олеся Калиниченко. Работники закрытого акционерного общества «Первомайское» дежурят у ворот цеха по переработке молока. О том, что их предприятие банкрот, им объявили в начале апреля. У людей накопили значительные долги по зарплате – всего более 4,5 миллионов рублей. Согласно процедуре банкротства, арбитражным судом был назначен конкурсный управляющий. Но, по мнению людей, он действует не в интересах предприятия, а в интересах семьи бывшего директора «Первомайки». Он прибыльные цеха, которые приносили прибыль в ЗАО, он просто распределил между членами своей семьи. Охладительный цех он передал своей жене, кондитерский цех он передал сыну, магазин он взял себе. То есть прибыль от этих цехов, реально приносящих прибыль, остается только в семье директора бывшего. На сегодняшний день фактически всем имуществом ЗАО «Первомайская» пользуется жена бывшего директора Людмила Вакулина. На нее оформлено крестьянско-фермерское хозяйство, с которым заключены договоры аренды. Правда, бывшие работники ЗАО, они же акционеры, ни разу не видели, чтобы за аренду молочного цеха вносилась какая-либо плата. Договор аренды мы нашли, где прописано, что 30 тысяч должна вноситься ежемесячно арендная плата за охладительный цех. Чего по документам бухгалтерии сделано не было. Ни одной копейки от аренды помещений этих в бухгалтерию, в бухгалтерию, то есть в кассу ЗАО «Первомайская» не пришло. Помимо этого, дойное стадо, это более 500 голов, конкурсный управляющий также передал на хранение фермерское хозяйство в Акулиной. Причем условия договора весьма странные. За содержание стада, которое сейчас на летних выпасах, предприятие «Банкрот» обязано оплатить около полутора миллионов рублей ежемесячно. Причем все молоко, которое дают коровы, остается в собственности хранителя. Такой вариант не устраивает не только бывших работников, но и основного кредитора «Первомайская» – Россельхозбанк. Мы с этим не согласны, не согласен трудовой коллектив. Поэтому мы вышли с предложением отстранить конкурсного управляющего в СРО, написали, и в арбитражный суд республики. Ну и также думаю, что мы будем ходатайствовать о приведении внеочередного собрания. По сути, сегодня имущество предприятия, находясь в частных руках, продолжает работать и приносить прибыль. Есть техника, коровы дуются, молоко реализуется. Однако долги по зарплате не выплачиваются, кредиты не гасятся. Чтобы сохранить предприятие, а соответственно и деревню «Первомайская», у местных жителей единственный выход – это объединиться и оформить на себя производственный кооператив. В этом случае имущество ЗАО снова перейдет в пользование людей. Они вновь смогут зарабатывать и себе на зарплату, и на платежи банку. Алиса Калинченко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Четыре пожара произошло за минувшие сутки в Хакасии. Есть жертвы. Во всех случаях, по предварительным данным, причиной стало либо неосторожное обращение с огнем, либо непотушенная сигарета. Накануне рано утром загорелся недостроенный дом в дачном массиве Мохова. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. А вот другой случай в Шира закончился трагедией. При пожаре в двухквартирном доме погиб 54-летний мужчина. Скорее всего, задохнулся ядовитым дымом во сне. Поздно вечером сообщение на пульт диспетчера поступило и в селе Таштыб. Горела крыша частного дома. В течение 15 минут очаг ликвидировали. По бокаме также не обошлось без ЧП. Неосторожность при курении чуть не стоила жизни молодой женщине. Из горящей квартиры на восьмом этаже с ожогами и отравлением ее вовремя вывели спасатели. Впоследствии она была госпитализирована в Абаканскую городскую больницу с диагнозом отравления угарным газом. И у нее ожог плеча 13% составил. Предварительно можно сказать, что причиной возгорания послужила непотушенная сигарета непосредственно самой хозяйке квартиры. Ввиду того, что она находилась далеко в нетрезвом состоянии по итогам проверки, будет приниматься решение о привлечении нарушительницы к административной ответственности. Золотоносное месторождение в Аскивском районе стало источником опасности для местных жителей. После себя искатели оставили водоем глубиной в 50 метров. Население деревни Николаевка такое соседство, мягко говоря, не радует. На месте побывал Алексей Гончаренко. В деревне Николаевка население лишилось покоя ровно год назад, когда на золотоносное месторождение, это прямо за заборами, пришли рабочие. Вроде бы только просто для того, чтобы разведать запасы золота. Но почему-то появились искатели «Артель Камзас» сразу с тяжелой техникой, совсем необходимым для добычи оснащением. Они должны были проверить, есть золото или нет, но велась добыча. Круглыми сутками вблизи деревни. То есть это бессонные ночи, летели камни эти большие. Копали, как говорят местные жители, на такую глубину, что на дне котлована с высоты экскаваторы и самосвалы казались маленькими. Грунтовые воды откачивались. А когда золотоискатели ушли, образовался водоем. А там же глубина большая. Очень большая. Это где-то метров 30. Это даже может больше. Этот район золотоносный. Говорят, что драгоценный металл здесь добывают испокон веков. Перерыто буквально все вокруг. Но после добычи всегда велась рекультивация. За 56 лет я первый раз такое вижу. Ну это, конечно, ну сделайте вы по уму. Ну чтобы так, ну резко, вот так и ребенок вот пойдет. Ну тут же рядом вот. Ребенок пойдет и упадет. И все, и он где будет выбираться. Ну оно может обрушится. Оно же обрушится может. И все, вы сами видите. Насыпи зыбкие и могут обвалиться даже под собственным весом. Детям строго-настрого запрещено сюда ходить. Но родителям все равно неспокойно. А рядом дорога. По ней ездят на школьных автобусах в соседнее село. Одно неловкое движение водителя и недалеко до трагедии. Машины не здесь, но рядом иногда слетают с трассы. Местные жители писали в различные надзорные инстанции. И в прокуратуру в том числе. Но говорят, что лишь обращение к президенту Путину возымело какое-то действие. Я писала Владимиру Владимировичу письмо. То есть Владимиру Владимировичу, ну может администрация. Там направили мое письмо в прокуратуру Хакасии, то есть в Абакан. И потом вот стали работать по лишению лицензии. Стали вот точно проверять. То есть быстро все они. Был поднят вопрос лишить лицензии золотодобывающей артель. Однако нерекультивированные отвалы остались. Но у главы сельсовета информация, что старатели готовы приступить к работам. Рекультивация этого деревни Николаевки, этого месторождения, будет производиться. О, Канзас. Это мне заверил генеральный директор. По информации от местных жителей, работы действительно начались. Но не на этом месте, а неподалеку. Не к рекультивации приступили рабочие, а опять добывают золото. Алексей Гончаренко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Жители Николаевки задаются вопросом, почему никто не спросил их мнение, прежде чем начать добычу золота. Неизвестные, кто будет возмещать экологический ущерб. Все ответы в ближайших выпусках итоговой программы Вести, Хакасия. События недели. Должность главного врача Черногорской больницы займет хирург Владимир Семенов. Накануне он был представлен главе республики Виктору Зимину. Владимир Семенов – опытный практик. При этом он не только владеет современными техниками хирургического лечения пациентов, но и имеет немалый опыт административной работы. Несколько лет хирург занимал должность заместителя главного врача. Теперь же возглавит хирургический корпус Черногорской больницы номер два. Одна из просьб главы республики – формировать позитивный имидж черногорской медицины. Все замыкается на нашей культуре обслуживания. Туда же приходят больные, нездоровые. Я поймем, что вам сложно. Человек идет абсолютно с другими просьбами, с другим настроением. Конечно же, он уже неадекватно настроен ко многим вещам, а нас иногда не хватает на это. Просто принять, начиная с регистратуры и заканчивая уже приемом врача. Большая просьба и требования. Включитесь в эту работу с первого дня. Включитесь с требованиями к своему персоналу не хамить. В связи с назначением на руководящую должность Владимир Семенов не намерен оставлять практику. Он будет и дальше оказывать хирургическую помощь пациентам. Желание вообще как руководителя, чтобы пришли молодые перспективные кадры. В больнице дефицит кадров, несмотря на то, что она новая, оснащенная, и квартиры даем, но тем не менее кадров не хватает. Поэтому главное желание руководителя, чтобы у него были нормальные кадры, специалисты, которые будут заниматься лечебным процессом. Абаза раскололась на два лагеря. Мэрия и Абазинский рудник. Происходит это уже не первый год. Схлестнулись всерьез. Причем каждый со своей частью населения. Недавно, когда на пост будущего градоначальника выдвинулись одновременно Николай Байбородов и Александр Дорохов, конфликт обострился. В дело пришлось вмешаться единороссам из республиканского полицовета и исполкома. Что из этого получилось в нашем следующем материале. О том, что в Абазе давно соперничают две группы, знают все. Дошло до того, что городской совет депутатов, состоящий на 80% из единороссов, разделился на тех, кто симпатизирует действующей городской власти, и на тех, кто ведет политику абаканского родоуправления. Вот и прошедший праймерис в очередной раз выявил разногласия между партийцами. Главным вопросом для них стало выдвижение претендента на пост мэра Абазы. А это идет в ущерб общей стратегии партии. Мы считаем, что это вторично и крайне обеспокоены тем, что на этом фоне, вот на фоне, допустим, борьбы конкретных авторитетов, получится затоптали тот главный первый вопрос совершенно, так сказать, в песок, и пролетает, как бы сказать, и глава, и пролетает Единая Россия. Кто потрет руки здесь? Все остальные партии. После детального разбора пришли к совместному решению заморозить личные амбиции и отправить все силы на единое политическое направление выборы главы Хакасии и депутатов парламента. Суть решения сегодня состоялась именно в том, чтобы найти фигуру, которая сегодня консолидирует, грубо говоря, два полюса и позволит этим двум полюсам крутиться в одной оси на одну цель. Поэтому сегодня мы должны объединиться и направить все свои усилия на продвижение партии Единая Россия, на продвижение нашего единого кандидата на главу республики и на депутата Верховного Совета. Неизвестно, кто победит на предстоящих выборах. Но ясно одно – абазинские единороссы отбросили свои обиды и, наконец-то, решили объединиться для того, чтобы прекратить противоборство и объединить город. Трагическая случайность. В Саурске маленький ребенок подавился и умер. Накануне вечером после ужина мать дала сыну булочку. Во время еды мальчик подавился частицами пищи. Родители оказали ребенку первичные реанимационные мероприятия, но это не помогло. Тогда они обратились в скорую помощь. Мальчик, которому был один год девять месяцев, скончался по дороге в больницу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Кто и как в Хакасии контролирует стройки с долевым участием? Этот вопрос очень часто задают те, кто вложил свои деньги в будущее жилье. В республике случаи обмана дольщиков носят единичный характер. Тем не менее, власти взяли ситуацию под жесткий контроль. Сегодня представители Министерства регионального развития и Союза строителей Хакасии выехали по нескольким адресам. Какую оценку застройщикам дали специалисты, об этом в материале Алексея Баинова. Дом 75 по улице Чехова еще в процессе строительства. Он находится в центре Абакана, поэтому цена жилья в районе 2,5 миллионов рублей. Да и квартиры здесь бизнес-класса. Общая площадь однокомнатной от 50 квадратов. И покупатели есть. Здесь, знаете, очень привлекательное место, учитывая, что здесь будет находиться парковка подземная. На сегодняшний момент в центре города это единственный дом, который будет располагать такими условиями. По планам строителей, во внутреннем пространстве между домами будет построена большая детская площадка. Игровые городки, качели, песочницы. Рядом магазины, офисы банков, фирм. Все условия для комфортного проживания. Второй объект на улице Торосова, 15. Квартиры с видом на Преображенский храм. Это здание уже в стадии отделки. Первая очередь будет сдаваться к концу года. Жилье здесь тоже элитное. Есть и двухуровневые апартаменты. Стоимость квадратного метра около 40 тысяч рублей. Пока идет строительство, есть и недоделки. Но заметны они в основном профессиональному взгляду. Да и время на их устранение еще есть. Я имею богатый опыт в строительстве. Уже больше 42 лет на стройке. Естественно, я заметил кое-какие моменты, которые я высказал своим коллегам. Хакасия, в частности Абакан, сегодня застраивается очень активно. Есть множество покупателей из других регионов, которые желают переехать к нам. Поэтому у застройщиков пока нет проблем с поиском клиентов. Высокая стоимость жилья обусловлена в первую очередь расположением домов и стоимостью земли. Но есть районы, где вполне можно найти бюджетный вариант. Всегда существует альтернатива. То есть приобрести либо жилье в центре, оно будет подороже, либо в других районах. Там действительно разница в цене может быть на 20-30%. Так что все, что касается эконома, у нас этот класс тоже представлен. И однозначно это есть и панельные варианты домов. Там стоимость квадратного метра подешевле. По данным министерства, в прошлом году в Хакасии введено в строй 170 тысяч квадратных метров жилья. В этом году ожидается увеличение до 190 тысяч. Алексей Баинов, Владислав Пустовоид, Вести Хакасия. Автомобили еще двух европейских марок станут доступны жителям Хакасии. В Абакане началось строительство нового автотехцентра. О планах и перспективах, которые откроются в ближайшие годы, Юлия Константинова. Вот он, долгожданный момент, который знаменует начало строительства автотехцентра площадью больше 6 тысяч квадратных метров, который может стать одним из самых комфортабельных и самых современных на юге Сибири. Концепция салона заключается в том, что все работники, которые непосредственно работают в данном помещении, в офисных помещениях, должны быть видны. Люди, клиенты приезжают, смотрят, видят, кто работает, как работает. Сейчас трудно поверить, но здесь, на этом поле уже в следующем году, будет стоять трехэтажное разноуровневое здание, объединяющее два дележеских центра – Volkswagen и Skoda. Такой совместный проект последний в России. Больше совместных строений не будет. Сразу можно выбрать и Volkswagen, и Skoda. Сервис совместный, затрат меньше на эксплуатацию здания. Проект уникальный не только с точки зрения экономичности. В новом автотехцентре будет принципиально другой уровень комфорта для клиентов. Здесь предусмотрены просторные зоны продаж и выдачи автомобилей, бизнес-зоны с выходом в интернет и детские уголки. Высоким, по утверждению представителей компании «Медведь Холдинг», станет и уровень обслуживания, а выбор автомобилей на любой вкус и кошелек. Если мы говорим о марке Skoda, она сегодня уже представлена в регионе, продажи ее осуществляются с Минусинска. Продажи составляют примерно 400 автомобилей в год. Мы планируем довести с вводом нового автоцентра где-то до 700-800 автомобилей в год. Что касается Volkswagen, то за год мы планируем продавать где-то от 800 до 1000 автомобилей Volkswagen. Стоимость этого дорогостоящего экземпляра около 5 миллионов. В новом автотехцентре будет представлен весь модельный ряд марки Volkswagen, в том числе и бюджетный вариант 1000 за 450 буквально в следующем году, сразу после открытия автотехцентра, который запланирован на весну 2014-го. Сейчас же автомобили Skoda и Volkswagen можно приобрести в дилерском центре «Медведь Юг» в городе Минусинске. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакаси. И в завершении выпуска небольшое объявление. Гостелерадиокомпания «Хакаси» ищет грамотных творческих сотрудников. На постоянную работу требуется видеоинженер со знанием программ «Автор эффект» и «Адоб премьер». Подробности по телефону 22 61 44. И на сегодня это все. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире.